Последние исследования доказывают, грибы могут быть разумны. Но откуда они взялись на самом деле? И в чем состоит их тайная миссия на нашей планете? Если мы думаем, что мы гораздо умнее и лучше грибов, ошибаемся. У меня буквально зашевелились волосы на голове, потому что стало страшно. Возникло такое ощущение, будто грибы за тобой наблюдают, они следят за нашими движениями. До недавних пор грибы считались частью растительного мира. Но последние исследования доказывают, у них гораздо больше общего с животными. Грибы это захеревшие в лесу фалосы. Я не могу согласиться с такой трактовкой, это по-моему совершенно из другой области. Но в том, что грибы это загадочная вещь, это несомненно. У грибов даже прослеживаются общие черты с людьми. Главный вопрос, на который я хотел получить ответ, это насколько грибы умны, насколько они разумны. И мои эксперименты показали, грибы действительно обладают зачатками интеллекта. После этого специалисты окончательно убедились, грибы разумны. Но как такое возможно? Тесная связь между фосфором и мыслительной деятельностью признана давно. Именно фосфор формирует мозг и нервы. И грибы очень богаты фосфором. Именно изобилие фосфора может наделять грибы способностью мыслить. Некоторые ученые высказывают смелую теорию. Именно грибам мы обязаны интеллектом. Наши предки-приматы могли начать питаться галлюциногенными грибами, которые повлияли на развитие воображения. Как вам сказать, они, наверное, человека сделали человеком творческим. Свойство мухомора состоит в том, что если его начинать принимать, если его долго принимать, то личность человека потихонечку вытесняется личностью мухомора. Мухомор тоже обладает личностью. А внутри одной персоны не может существовать две личности. И уже доказано, что личность мухомора гораздо сильнее личности человека. То есть человек, который с детства принимает грибы мухоморы, то они потихонечку становятся его собственной сутью и вытесняют в него собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб. Мое личное мнение, что да, я думаю, что у грибов есть какие-то, если так можно выразиться, помыслы. Они сводятся в основном к тому, что они действительно хотят захватить как можно больше их субстратов.